И в догонку вот Сергей Матвенко тоже голодает. Итак, девятые сутки голодаю. Сегодня давила сильно грудь, выпил столовую ложку керосина на голоде. После этого из кишок выскочили три каких-то шарика. Давит грудь, поставил на грудь банки. Силиконовые банки вытягивают волдыри с желтой жидкостью внутри. Что это? Но после этого грудь стала давить менти. Жена прокалывает их и заливает антисептиком. Стеклянные банки такого не вытягивают. Температура начала расти 37,2, стала 37,3. Далее пишет. А если после приема содового раствора через рот кишки очищаются, то есть сода проходит от желудка до кишечника и выходит захватывает за собой содержимое, стоит ли тогда делать клизмы? Почти закончились девятые сутки голода. Вот у Сергея Матвиенко из-за такого подхода могут быть серьезные осложнения. И это связано с тем, что вообще не понимаете, что такое голод, как он действует, какие механизмы разворачиваются и как этому помогать. А здесь все делается так, чтобы этому, не хочу сказать препятствует, человек думает, что вот тут можно чем-то помочь. И реакции на голод от употребления керосина, от употребления соды и прочих вещей могут быть настолько неожиданны, что потом трудно будет с этим разобраться, как из всего этого выйти. Если вы доверились голоду, значит доверились. Голод, чем туда не дальше, что он делает? Вот представьте себе, у вас организм, в организме имеется лимфа, то есть межклеточная жидкость, в которой как раз вот содержатся различные вещества, отработанные, не отработанные, там, если вы принимали лекарства, то там огромное количество лекарств и так далее, и тому подобное. И организм на голоде это все должен нормализовать. И вот эта вся масса начинает потихонечку сдвигаться, идти к органам выделения, все это начинает нормализоваться. Это все идет постепенно. Помимо этого совершается ряд совершенно иных еще действий, разворачиваются иные механизмы, чтобы все это нормализовать. То есть переход на внутреннее питание, это же надо перестроиться, запускание процессов очищения, запускание питания больше через каналы полевой формы жизни. Полевая форма жизни строит зародыш. Вот когда произошло зачатие, как строится будущий человек зародыш? Да именно полевая форма разворачивает вот эти все механизмы, которые начинают выстраивать тело. Так вот, когда вы начинаете голодать, и полевая форма жизни, именно, она запускается, чтобы по мере энергетики, которая у вас имеется, плюс того, что она еще может взять, нормализуется тело ваше. Тело, функции и так далее, и так далее. А вы тут только, опа, керосином, а потом, опа, содой. Это все, как бы сказать, это же не просто ввод какого-то вещества, это ввод информации. Это дополнительно какая-то нагрузка на все эти механизмы, которые разворачиваются, а тут только, ох ты, вот она еще. Вот это все, вот эти вот жидкости, которые откуда-то выделяются, там, легкие, кожа и так далее, и так далее. Вот это все должно выйти с вас. Поэтому вам надо помогать. Ну, а чтобы там, без этих банок, тут просто более активное движение. Тут, будем говорить, голод идет не, как бы сказать, можно, знаете, голодать повышенное, как бы сказать, количество дней. А именно, что я имею под этим. То есть, можно мягко себя расшлаковывать. Недельку поголодали, то есть, вы часть сбросили из себя, организм там. Недельку поголодали, еще часть сбросили, ну, через какое-то время, грубо говоря. Потом уже можно две недельки. То есть, организм, как бы сказать, дозировано выбрасывает из себя. И органы выделения, и жизненные силы, они, как бы сказать, могут выбросить из себя то, что у вас накопилось за три дня, за семь дней голода. Но если вы без вот этого всего пытаетесь делать 18 дней, то с вас вот эта вся масса настолько сильно сдвигается, что органы выделения не успевают все это выводить. Тогда организм начинает поднимать температуру, чтобы хоть как-то это сделать. И человек просто-напросто может сгореть. Он не может перенести голод, потому что слишком много всего выделяется. За 37 лет куча там лекарств, куча там всего-всего накопилось в организме. И эта куча не может пролезть через органы выделения. Поэтому начинается вот это вот в легких отдышка, потому что легкие включаются в выделение активно. Они к этому не приспособлены. Вот эта вот жидкость, вот эти все токсины и так далее, и тому подобное. Поэтому, не зная броду, ну не лезьте в воду. Я как начал голодать 40 суток, что я сразу голодал, сколько там я, 18 лет затратил на то. У меня были свои собственные ошибки и так далее, и так далее. Прежде чем я понял, как это должно осуществляться, ну хотя бы, я начал постепенно. И то, я говорю, там куча всех этих ошибок была. Прежде чем это научиться делать, я думаю, что я все сказал, что кого-то может ожидать во время голодания, которое длится больше недели. И особенно, если организм человека еще как-то ослаблен там предыдущим лечением, либо же возрастом, либо еще чем-то. Не допускайте ошибок. Все ведите правильно, все ведите не спеша, обдуманно. И тогда будут великолепные результаты. В противном случае, не столько, ну вот если такой голод, в котором употребляется керосин, думают употреблять вот это вот, промывать желудочно-кишечный тракт с помощью соды и прочего, могут быть такие реакции со стороны организма, что даже как-то трудно сказать, к чему это может привести. И плюс выход. Выход. То есть, одно дело, вот если вы ведете голод, вы понимаете, что может ли ваш организм с ним справиться, хватит ли у него сил. Потому что, чем туда не дальше, тем разворачиваются более мощные механизмы. Которые и выбрасывают из себя, и ведут одновременно восстановление, обновление, на все это требуется энергетика. И если в это что-то вмешивается со стороны, как мы думаем, что сейчас мы улучшим, на самом деле это приводит к совершенно иным последствиям. Запомните это и не запускайте ошибок, о которых я вам рассказывал. Постепенно, не спеша, и тогда вы получите все, что может вам дать голод. Исцелить, обновить и омолодить ваш организм. И, кстати, Сергей Матвенко, вот я дальше читаю его комментарии, один день назад. Неужели придется 40 дней голодать? А вы выйдете правильно после этих 40 дней? Вам надо в течение 40 дней, даже больше 60, выходить. Что-нибудь съедите, опять-таки соленое, огурчика или еще что-нибудь такое. И с вами такое может быть? Так, если надо, то буду. Так вот, если надо, надо подготовить себя к этому. Жду следующей недели, там будет 15-й день голодания. И, как вы говорите, пойдет отторжение больных клеток. А может и не пойти, вот как вы говорите. Это, знаете, вот в среднем считается, что начинается отделение отторжения больных клеток. А насколько это у вас проявится? Очень этого жду. А может этого и не быть. Еще разок я хочу сказать. Есть какие-то, знаете, усредненные данные, которые говорят, что вот голод вот так вот идет. Но все мы разные. У всех у нас по-разному накопленные болячки. И все идет по-разному. Да, в целом где-то примерно так. Но пока ничего не меняется в организме. Естественно, идет своя собственная работа. В организме что-то подготавливается. А потом резко такая чунь, хотя бы, грубо говоря, там из вас, изнутри, там пойдет очищение, там, кал или так далее. Или опухоль отомрет. Или же листы подохнут, отойдут. Температура держится 37,2. Знаете? То есть температура держится на голоде. Вот на нормальном голоде, когда, так сказать, человек здоров, как правило, идет понижение температуры. Для того, чтобы организм не тратил свои там силы на нормальную температуру. А как бы сказать, он... О, е-мое ж. А как бы оно так вот существует. А тут 37,2 это говорит о том, что какое-то воспаление идет. Левый бок твердый и болючий. Вот там как раз оно и идет. И, естественно, дает температуру на весь организм. Съездил на купель 15 минут, подвигался с дочкой, согрелся. Настроение стало получиться. Я пойду рвать лист вишни и сушить. Не думайте, что вот, знаете, вот вы отголодали 40 дней, и у вас это голодание будет полным. У кого-то это может быть полным голоданием. Особенно, если вес там маленький. И если он это еще выдержит. А у кого-то это может быть далеко не полным. Надо еще 2-3 раза отголодать, прежде чем очиститься язык. Ну, говорил, говорил, ну, неправильно. Вроде проделаете вот такую какую-то большую работу, вы посчитаете. Но не та работа была проделана. Эту работу надо и закрепить, и продолжить, и как-то...